Сегодня 25 мая, вот за мая второй сильный ливень с сильными грозами. Первое видео у меня не получилось, была ошибка записи. Поскольку у меня камера дисковая, то это случается, но есть такое предположение, что таким образом повышенный электростатический заряд в воздухе как-то повлиял и на запись этого видео моей камеры, потому что это влияет и на интернет, связь пропадает, и на связь спутниковой тарелки именно со спутником. И поэтому у меня первая запись не получилась. Так вот, подробнее о том, как же вычислить, насколько далеко от вас происходит разряд молнии. Делать это довольно таки просто, если знать, с какой скоростью двигается звук и какая температура воздуха. То есть движение звука напрямую зависит от температуры воздуха. Сейчас у нас около 18 градусов. Один из сайтов в интернете выдал такую информацию. При 10 градусах скорость движения звука 337 метров в секунду, при 20 градусах 343 метра в секунду. Возьмем среднее значение 340 метров в секунду, перевести километр это несложно. Считаем 2, 3, 4, 5. Вот, прошло около 10 минут, то бишь расстояние до этой молнии порядка нескольких километров. А теперь о практическом применении этих знаний. Если вы находитесь вне какого-либо здания и вас застегла гроза, вот, зная информацию, вы можете определить, как далеко от вас происходит молния, то есть увидеть вспышку, вот, и по разнице между вспышкой во времени и громом можете определить, ну, и примерно температура, естественно. можете определить, как она далеко и опасна она для вас или нет. Но, если она все-таки далеко находится, это не значит, что нужно под дождем бегать, прыгать там, да. И есть еще такое понятие, как шаровая молния, хотя она происходит чаще всего в более южных районах, потому что там и тепла больше, и молнии там сильнее. Но молнии возникают как и в небе, между грузовыми облаками, так и между облаком небом и землей, то есть они притягиваются. Положительный заряд, отрицательный заряд. И таким образом может произойти, что молния может притянуться к вашему телу. То есть у каждого человека, у каждого существа есть биологическое электромагнитное поле. Вот, все знаете опыты с лягушками, когда лапки подвешиваются, и к ним приставляется два электрода, один положительный, другой отрицательный заряд, и лапки начинают двигаться. Так вот, это не что иное, как именно живой магнетизм, электрический заряд. Вот, поэтому находиться в такую погоду под открытым небом очень даже небезопасно, но все-таки эта информация может быть полезна, если вы попали в такую ситуацию. Вот, и хотелось бы еще сказать, что если бы люди научились каким-то образом улавливать молнии, а заряд даже самой маленькой молнии настолько огромный, что способен обеспечить электричеством такой крупный город, как Донецк, и в течение таких дней. Вот, ну просто проблема в том, что температура самой молнии в 6 раз больше, чем температура солнца, солнечной поверхности. И, соответственно, составляет около 36, только подумайте, тысяч градусов по Цельсию. То есть, ни один из известных на данный момент науке металлов, проводящих электричество, не способен выдержать такую температуру. Самый тугоплавкий металл – это вольфрам. Температура его плавления около 3000 градусов по Цельсию, он используется в лампах накалывания, то есть это самая нить, которая в лампочках находится, которая ярко горит. Вот, это и есть нить вольфрамовая. И вольфрам не способен выдержать температуру молнии, поэтому очень сложно научиться найти подходы, чтобы улавливать эту самую молнию. Но, с другой стороны, есть такие приборы, как... Вот, они ставятся на башню, на какую-то вышку, чтобы молнии... Ну, это на электростанциях там или где-то, где высокая пожароопасность, взрывы. Это на любом здании, где есть спутниковой тарелки, чтобы не повредить оборудование, используются громоотводы. Вот, и... Соответственно, если молния все-таки не попадет в это здание, так громоотвода она может уйти в землю, то есть электрический заряд может уйти в землю. Вот, и... Раз происходит так, что все-таки громоотводы улавливают молнию, и... Ну, они могут расплавиться, то... Есть вероятность того, что все-таки возможность сделать... Изобрести такую технологию, чтобы использовать электрический заряд молнии. Все-таки потенциал у молнии очень огромен. Вот, и... Он бы решил... Проблемы с... Нехваткой энергетических ресурсов. Вот, и с экологическими проблемами. И... Та струна, которая изобретет эту технологию, решит все свои проблемы, и сможет продавать эту технологию в других странах. И... Таким образом решит очень многие проблемы, которые сейчас существуют у нас на планете. Это и... Атомные электростанции, ядерные отходы, и взрывы на атомных авариях, там, Чернобыль, Фокусима, да. Вот, разливы нефти, авария танкеров, тепловые электростанции. Вот, но очень многие понимают, что если такое все-таки будет изобретено, то... Те страны, которые являются импортерами энергоносителей, газ, нефть, урановые руды... Ну, уголь, возможно. То есть, они просто не смогут, не станут конкурентоспособными, и... Экономика таких стран, как Россия, США, Саудовская Аравия, ну и многие другие просто держатся на энергоносителях. Они просто развалятся. Потому что молнии, такие явления существуют практически везде, где есть теплый период времени. Вот, и поэтому... Была бы такая технология, просто нефть и газ стали бы... ну, отошли бы на второй план. Вот, и электричество, полученное в результате использования заряда молнии, заняло бы лидирующее положение в использовании и потреблении электроэнергии, и, соответственно, именно за этим будущее, по сути. Ну, вот, я не встречал информации, может быть, просто не искал, можно обратить на это внимание. Есть ли такие разработки, как же все-таки научиться использовать заряд молнии? Потому что там, ну, там, не знаю, миллионы киловаттов одной молнии. Это очень много, реально очень много. И, ну, есть над чем задуматься, есть в каком направлении работать, вот, нашим ученым. Ну, эти проекты просто некому финансировать, наверное. Для всего нужно финансирование, знаете, разработки очень много. Денег надо. А вот сейчас люди развиваются в направлении ветровой электроэнергии, да, электроэнергетики, солнечной электроэнергетики, солнечные электростанции, энергия приливов-отливов, гидротермальные источники электроэнергии, вот, ну, и тому подобное. Но все-таки молния, да, одновременно и опасно, сложно, но и перспективы огромные. Вот, дождик закончился, уже выходит солнце, жаль, конечно, запись пропала. Молнии там были шикарные, не одна такая стрела, как обычно. Пару раз молнии такие ветвистые были, но увы. Хотя, судя по тучам, судя по тучам, что это еще не конец. Да, хочу добавить, в прошлый раз, когда был ливень, я рассказывал о том, как возникают молнии, как возникает гром, вот, с физической точки зрения. Я повторяться не буду, кому интересно, посмотрите это видео обязательно. Вот, почитайте об этом в интернете, то есть все процессы, которые происходят вокруг нас, это, у них есть свои причинно-исследовательные связи. Там действительно интересно быть всесторонне развитым человеком, вот, и не верить в разные там суеверия, заблаждения, там, вот. А ко всему, если относиться физически, то есть, тебе кто-то сказал, что-то выдал, ага, ты уже начинаешь думать, так это или нет. Вот, и начинаешь поставлять эту информацию, та информация, которая у тебя уже имеется, с теми базовыми знаниями. Вот, и поэтому все, что нам дает телевидение, там, книги, то же самое интернет, нужно проверять в нескольких источниках. И я не раз говорил, что всю информацию, которую я выдаю, я использую именно только ресурсы своей памяти, я никаких текстов не составляю, сценарий я не пишу, потому что очень сложно предугадать, что же я встречу сегодня, там, возле речки, и подстроить под этот текст найти. Вот, поэтому самими знаниями я пользуюсь, но моя память, естественно, не идеальная, и есть какие-то у меня недочеты, какие-то неточности, вот, если кто из вас их обнаружит, вот, пишите в комментах, исправляйте меня. Это вполне естественно, я человек, я учусь, вот, будут у меня ошибки, пишите, если что-то не так, по-вашему, мне не делаю, пишите, обязательно, можете критиковать, только меня интересует аргументированная критика, а не просто поставил дизлайк, все, чем-то недовольно, это не объяснил тем. То есть, человек, когда высказал свое мнение, что дизлайк поставил, но я не знаю, что ему не понравилось, он мне не объяснил, и я продолжаю делать то, что я делал и раньше, и, соответственно, он ко мне уже не зайдет, не посмотрит мое видео, а я не смогу узнать, есть ли у него свой канал. Вот, критиковать умеет каждый, и если эта критика не обоснованна, не аргументированна, то это будет пустой звук. Вот, если может кто-то решать проблемы, вот опять молния была, умеет решать какую-то проблему по-другому, который нас окружает, вот, расскажите мне об этом методе, я возьму его на вооружение, но закрывать глаза на мусор возле своего дома я не собираюсь, и это одна, там, бестысячная доля тех проблем, которые нас всех окружают, и, ну, по крайней мере, с этой проблемой я смогу справиться. Вот, и пошло около 7 секунд, значит, около 3 километров отсюда, вот, и критикуйте, я не против, только обязательно обоснуйте, почему. Вот, и, ну, как бы, дождь заканчивается, в дальнейшем будут еще видео о ливнях, обязательно сниму, то сюда никак это для интереса, не интересно, просто в дальнейшем можно будет сопоставить, сделать такие выводы о интенсивности ливней, как часто они были, и самое интересное, об интенсивности гроз, поскольку они напрямую зависят от того количества тепла, которое поступает в нашем районе от солнца, именно от нашего климата и погоды, это немножко разные понятия в масштабе, вот, поэтому можно будет сопоставить, если, допустим, несколько маленьких молний и очень много крупных, то есть есть разница. Вот, провести в течение года такую съемочку, зафиксировать, а потом сделать выводы на основании нескольких таких многолетних наблюдений, а так научные данные и собираются, и так делаются выводы, то есть, ну, постараюсь что-нибудь сделать, какие-нибудь выводы, что у меня получится, там мы увидим.